Уважаемые партнеры, и сегодня 5 августа, последний месяц лета, поэтому его нужно провести очень активно, отдохнуть перед осенью, перед долгой зимой, хотя зима у нас сейчас тоже проходит довольно-таки быстро, по крайней мере, ну для меня иногда не успеваешь даже и на лыжах, на коньках покататься. И сегодня у нас очень-очень актуальная тема в летнее время, которая называется «Не дай суставам заржаветь». Сейчас я включу слайды, но для начала представлюсь. Зовут меня Наталья, фамилия моя Каверина. Я являюсь консультантом ресурсного состояния, консультант-диетолог, и, наверное, уже с 2005 года сотрудничаю с компанией «Гларион», потому что, ну, здесь тема здоровья для меня очень-очень важна. И в свое время, когда я училась в колледже Олимпийского резерва, при подготовке к соревнованиям, ну, то есть при тренировках, я понимала, что такое пик физической активности и пик физического вот этого состояния. И, конечно же, то есть не хочется отходить вот от этого состояния, но в какое-то время у меня мой организм тоже дал сбой, меня это насторожило, и я активно начала искать, как себе помочь. Хотя на тот момент работала в областной клинической больнице инструктором по лечебной гимнастике, но это мне, ну, то есть не помогло столкнуться с какими-то проблемами. И вот решение я нашла в холдинге «Гларион». Поэтому с тех пор уже, это 2005, да, это сколько лет? Сколько лет? 18 лет, мне подсказывают. Тема здоровья меня не оставляет, и я постоянно развиваюсь в этой теме. Так что я думаю, что буду вам очень полезна, и надеюсь, что многое, о чем сегодня мы будем говорить, вы возьмете для себя. Так, сейчас слайды поставим, да? Итак, давайте вспомним вообще определение, что такое сустав. Сустав – это подвижное соединение двух и более костей, покрытых тонким слоем суставного креща. Я думаю, каждый из вас представляет, что такое, вот если посмотреть на сустав со всех сторон. И смотрите, в человеческом организме их насчитывается более 360 штук. Задача суставов – с одной стороны, это обеспечить достаточную жесткость для того, чтобы сохранять положение тела или конечностей. А с другой стороны, необходимую гибкость создать для совершения множества движений. При движении кости сустава смещаются относительно друг друга, а хрящи, которыми они покрыты, служат скользкой эластичной прокладкой. Но чтобы еще больше уменьшить вот это трение, служит синавиальная жидкость. То есть есть такая синавиальная сумка, в которой тоже опоясывает хрящ, где вырабатывается вот эта жидкость. Суставы – вообще это часть опорно-двигательного аппарата человека. И насколько слаженно работает опорно-двигательный аппарат, зависит наше качество жизни. С возрастом все системы опорно-двигательного аппарата подвержены изменениям. Что же происходит? Смотрите, первое – это нарушается процесс формирования мышечной ткани. Особенно после 60 лет мышечная ткань начинает очень-очень активно снижаться. Снижается ее масса и качество этой ткани. И, конечно же, увеличивается нагрузка на опорно-двигательный аппарат. И смотрите, если до 50 лет, где-то, наверное, начиная с 20 до 50, процент снижения мышечной ткани идет где-то на 10%, то после 50 каждый год на 10% уменьшается мышечная ткань от оставшейся. Конечно, это уже… Ну, то есть вот такие вот процессы идут очень активно после 50. Почему я всегда говорю, ну, такой у меня девиз, если мы в молодости могли себе позволить не заниматься физическими какими-то нагрузками, да, то после 50, то есть мы не можем себе это позволять. Поэтому нужно хотя бы привыкнуть к тому, что какую-то зарядку утреннюю такую минимальную делать. Ну, если хотите мышечный каркас сохранить, конечно же, это более уже серьезные такие нагрузки. Так, что еще происходит? Конечно же, истончается вот эта синавиальная оболочка, про которую я, да, говорила, которая опоясывает тоже хрящий. И, конечно же, снижается выработка синавиальной жидкости. Поэтому что происходит? Каждый из вас, наверное, сталкивался с тем, что вот этот вот хруст хрящей, то есть суставов, да, начинается он более такой, если в молодости это редко бывает, то с возрастом мы начинаем ощущать вот этот хруст. То есть это уже говорит о том, что со смазкой не все благополучно. Поэтому нужно делать все для того, чтобы нормализовать ее выделение. Также еще развивается дистрофическое изменение суставных хрящей, снижается степень конгруентности, то есть степень соответствия поставленным задачам перед суставными поверхностями. Также изменения костей обусловлены снижением плотности костной, плотности костных тканей и их массы. Но на фоне вот этих вот изменений возрастных, что еще происходит? Конечно же, формируется еще множество заболеваний суставов и костной системы. И мы сегодня рассмотрим те, которые очень-очень часто встречаются. Это, смотрите, артриты, артрозы, остеохондрозы. И по статистике вообще у нас 80% населения нашей страны встречает, ну то есть они сталкиваются с какими-то проблемами опорно-двигательного аппарата. И, конечно же, на первом месте, ну то есть произведен был такой опрос, и на первом месте стоят боли в позвоночнике. И каждый из нас тоже, наверное, сталкивался с тем, что при каких-то нагрузках чрезмерных на позвоночник, что происходит? Ну, при разгибании, особенно если это касается грядок, на даче особенно дачники, наверное, знают эту проблему, когда мы на грядках полдня поработаем, да, потом трудно разогнуть спину. Поэтому, конечно же, детик, по поводу детей тоже. Сейчас очень многие дети подвержены таким заболеваниям опорно-двигательного аппарата, как сколиоз. И причины мы сейчас будем рассматривать, вообще все причины, но вот по поводу детей, конечно же, это недостаточная все-таки погрешности в питании, потому что уже с детского возраста мы начинаем детей кормить не очень правильно, да, и не теми продуктами питания, которые соответствуют, ну то есть возрасту. Так, теперь давайте рассмотрим причины возникновения вот этих вот заболеваний. Но основная и одна причина все-таки – это малоподвижный образ жизни. Что происходит, когда мы большую часть времени связаны с работой, да, а у кого-то это связано с тем, что, ну вот он привык так отдыхать, лежа на диване или сидя у компьютера, играя в какие-то игры. Сейчас это особенно, ну, то есть видно, особенно среди молодежи. Да и сейчас взрослые очень многие большую часть времени проводят возле компьютера, потому что очень много информации, которую хотелось бы узнать, да, как засядешь, начинаешь одну тему какую-то искать, и даже, наверное, каждый замечал у себя, и можешь погрузиться в это на долгое-долгое время. Вот, поэтому, конечно же, конечно, во-первых, нарушается кровообращение и позвоночника, да, и суставов мышц, развиваются дегеративно-дистрофические заболевания костно-мышечной системы при малой физической активности, ослабляется мышечный каркас и развивается патология и позвоночника, в том числе, вот, о которой я говорила, ну, он не только у детей может развиться, то есть он может и у взрослых людей. Следующая причина – это, конечно же, чрезмерные физические нагрузки. Что происходит? Во-первых, при чрезмерных физических нагрузках происходит, развивается деформирующий или травматический артрит. Это сильный фитнес, потому что это касается физической формы привести. В зале очень часто приходят, допустим, только-только приходят заниматься, да, и такую нагрузку дают, что она, конечно, не соответствует тем функциям организма, которые, ну, в данный момент испытываем. Поэтому все нужно делать, соответственно, своим физическим возможностям. Также это поднятие тяжести весов больших. Тоже очень часто развивается у людей вот этот вот травматический артрит. И, может быть, видели тоже вот такие вот соревнования, да, по поднятию тяжести, пауэрлифтинг тот же самый. Но я как-то была на соревнованиях по пауэрлифтингу, я видела, как и девушки молодые, а такие огромные веса поднимают, ну, то есть, которые не соответствуют вообще их весу. Но у них мышечная ткань, конечно, и хорошо развита. За счет этого может быть по поводу дальнейших каких-то изменений в опорно-двигательном аппарате и пронесет, а может быть и нет. Поэтому всегда нужно очень-очень, ну, осторожно к этому относиться. Но тогда я обратила внимание на одного пожилого мужчину, ему где-то, наверное, было около 70 лет, но его физическая форма была вот в таком состоянии, что просто можно было любоваться. То есть я понимала, что этот человек всю свою жизнь, видимо, или половину своей жизни проводит в зале и занимается своим телом. Потому что в 70 лет такой мышечный каркас имеет, конечно, очень-очень, ну, непросто. Вот, что еще? Какие еще причины? Это, конечно же, инфекция. Из инфекции здесь можно выделить ветряную оску, корь, скарлатину, гепатит. Также бактериальная инфекция – это танзелит. Грибковая инфекция при паразитозе, при хронических заболеваниях ЖКТ, это синдром раздраженного кишечника, при сахарном диабете, гипотириозе, аутоиммунных заболеваниях. То есть очень-очень много заболеваний, которые способствуют развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата. Здесь же нужно особое внимание уделить, конечно же, травматизму. Особенно это касается зимнего периода. Особенно это касается зимнего периода. И как только начинаются первые заморозки, да, когда начинается гололед, очень часто, конечно, все наши отделения травматологические, то есть начинают пополняться людьми, которые свой опорно-двигательный аппарат повредили из-за того, что, ну, скользкая дорога. Летом возрастает травматизм у детей. Это связано с тем, что дети находятся без присмотра, да. Но я помню вот свое детство, что мы, наверное, за нами мало кто присматривал, и мы все свободное время были предоставлены сами себе. Но такого количества травм я вообще не наблюдала среди ни своих сверстников, среди, ну, я думаю, что пока я жила в деревне, пока я вообще не видела, чтобы дети травмировались из-за того, что они там где-то играют. Конечно, были, то есть не без этого, но таких вот случаев частых нет. Теперь это очень часто. Ребенок качается на качеле, да, упал и, пожалуйста, сломал там какие-то переломы конечностей. Все это говорит о том, что все-таки не хватает питания для того, чтобы сформировался очень хорошая и костная система, да, и мышцы, и связки. Вот, теперь, как же мы будем решать эти задачи? Это не просто так я на первое место поставила физкультура, потому что это все-таки основа решения проблем с суставами. Мы все понимаем, что у нас костная система, да, она не снабжена кровеносной системой, поэтому очень сложно в кости, в суставы донести питательные вещества. И только при наличии движения, при активации обменных процессов мы можем добиться этого. Так что физкультура, это должна стать неотъемлемой частью нашей жизни. Ну, то есть, если кто-то не рассматривает еще для себя занятия спортом, да, но хотя бы, как я всегда говорю, хотя бы утреннюю гимнастику и несколько упражнений, таких немножко, ну, которые и обмен веществ, и кровь немножко разгонит утром, обязательно нужно для себя изучить и это делать. Так, что еще? Кстати, многие проблемы травматического характера, они решаются с помощью, можно решить просто с помощью одной нагрузки физической. И я помню, вот сейчас свой пример приведу, где-то, наверное, года 4 назад, тоже подскользнулась и со всего прям вот своим весом упала на плечо себе. Я думаю, что в других моментах, если бы я не профилактировала, вот перелом ключицы был бы обеспечен. Ну и все, у нас здесь просто боль-боль, первое время не могла даже руку поднять, потом немножко начала подниматься, просто я не знала, некогда было идти в лечебные учреждения, я понимала, что это долго, это очень нудно, думаю, ну, пройдет. Потом подозрения были, что, может быть, что-то, какие-нибудь связочки порвала, но нет. И когда я сходила к мануальщику, он, потому что 3 или 4 месяца вот эта боль не проходила. И я понимала, что нужно что-то делать. Нужно что-то делать, начала с массажа, к мануальщику, ну, то есть он мне показал, как восстанавливать с помощью физических упражнений, это, конечно, было через огромную боль, но вы знаете, буквально, наверное, за 3 недели, вот преодолевая вот эту боль, с каждым днем у меня подвижность суставов росла-росла, да, и я потом не заметила, как вся эта боль прошла. То есть я буквально с помощью вот этих вот упражнений через боль, я восстановила за 2 недели, 4 месяца болел сустав. Ну, то есть это то, что касается травм, конечно. Я не говорю о заболеваниях уже сформированных, заболеваниях, касающихся хрящевой ткани, да, касающихся костной ткани. Так, что еще? Какие? Как мы будем решать проблему? Конечно же, у нас это питьевой режим. Питьевой режим, так, слайды плохо включаются. Так, это, значит, питьевой режим, то есть 30 миллилитров воды на килограмм веса. Вот вы знаете, до сих пор идут споры еще, и одни все-таки говорят, что это должно быть чистой воды 30 миллилитров, да, другие говорят, другие из других источников, что это вся жидкость, которую мы потребляем за день. Здесь вы решаете сами для себя. Просто я тоже, всегда же на своем примере по поводу воды, у меня тоже свой пример. И мы делаем выводы по поводу своего примера. Я помню, когда я первый раз пришла на диагностику, на тот момент я, ну, стакан воды, наверное, от силы выпивала, я всегда удивлялась, если мы куда-то едем в длительные путешествия, почему у нас вот возле женских туалетов, да, скапливается очередь. Думаю, ну что, вот потерпеть вроде как не могут. Я могла терпеть и сутками, никуда не ходить. Ну, представляете, стакан воды за день выпить. Я считала, что это нормально. И вот когда мне сейчас говорят, что нужно пить столько, сколько требует ваш организм. Вот на тот момент застой в мочевом пузыре у меня был, конечно, колоссальный, и мне сразу на диагностике это было видно, сказали, нужно пить воду. И вы знаете, тогда мне было, ну, я молодая относительно была, и если долго еду на автомобиле, я помню, выходила, ноги отечные были. Ну, то есть вот эта вот недостаточная жидкость, она вот так вот сказывалась. И все, и потом, когда я себя приучила воду пить, организм начал требовать больше воды. И с этими проблемами я больше дней, когда не сталкиваюсь, хоть сутки еду за рулем, там, выйдешь где-то на заправке, что-то приседание сделаешь, и то есть нету таких проблем. Поэтому, смотрите, здесь, да, вода в организме, здесь тоже все зависит от возраста. Следующий зависит от возраста, да, наличия воды в организме. И если кровь, кстати, состоит на 90, вот судя по этому слайду, да, кровь у нас состоит на 92% из воды, потом скелет, это 22%, и мышечная ткань состоит из воды на 75%. Представляете, то есть если говорить вот про эти 30 миллилитров на килограмм веса, да, ну, то есть это, ну, обоснованные вот такие вот, считаю, что обоснованное такое количество. И также зависит наличие воды в организме от возраста. Чем мы младше, да, вот ребенок на 70% состоит из воды, чем старше, тем количество воды у нас снижается, и мы видим на пожилых людях, да, то есть почему и кожа становится сухая, конечно, это все с обменами, с обменами веществ связано, это все связано и уже с возрастными изменениями, но тем не менее количество воды тоже снижается. Так что следим все-таки за количеством воды, особенно в жаркую погоду. Сейчас для того, чтобы это нужно делать, для того, чтобы у нас кровь не сгущалась, да, и для того, чтобы наше сердце очень хорошо переносило вот эту вот жару. Поэтому, если кто еще не попил водички, сейчас берем и пьем. Да, кстати, у меня тоже с собой вот здесь вот вода. Вот видите, как хорошо мы попили водички, теперь мы запомним, что нужно. Нам иметь всегда при себе чистую воду. Так что еще, какими мы будем с помощью чего? Это, конечно же, питание. Питание, оно играет очень большую роль. И вот этот вот баланс в питании соблюсти, ну, на сегодняшний день по поводу белков, жиров и углеводов, это мы запросто можем, да, относительно наших потребностей, относительно нашего возраста, относительно нашего веса, ну, как я говорю, рост вес, к идеальным формам, конечно, сложно-сложно прийти, которая высчитывается. Это рост минус 100 и получается идеальный вес. Но к этому весу нужно прибавлять свои анатомические особенности. Поэтому есть астенический тип телосложения, да, когда костная масса небольшая, то есть это люди худощавые обычно, высокие, естественно, им можно и меньше. Но есть люди, у которых костная масса большая, мышечная масса большая, здесь, конечно, нужно процентов 10 к этому идеальному весу прибавлять. Поэтому, конечно, что касается питания, белки, жиры, углеводы, про минералы и витамины чуть попозже. По поводу белка хочется тоже сказать. У нас сейчас мало, ну, то есть это мышечная ткань наша, да, и сейчас очень мало в магазине можно купить качественного белка. Белок – это что? Это мясо, да, это все виды мяса, это растительный белок. Так, если растительный белок, мы можем тот же фасоль, да, тот же горох качественный взять, но он усваивается очень-очень плохо, поэтому большое количество это нужно съедать. И если у кого-то ЖКТ проблемы, какие-то там оболочка за счет того, что там плотная очень оболочка на фасолевых, вот этих вот семейства фасолевых, да, это, ну, не каждый желудок может с этим справиться. Вот, поэтому, конечно, наличие белка, почему я очень часто говорю про дополнительное функциональное питание в виде белковых коктейлей, тоже чуть попозже расскажу. Так вот, что еще дальше? Это, это, смотрите, нужно нейтрализовать действия свободных радикалов и токсинов, которые попадают нам, токсины, которые с окружающей средой. По поводу свободных радикалов. Сегодня вообще, смотрите, у медицинских ученых под подозрезнением способствования развитию и усугубления течения любых форм артрита попали активные формы кислорода, то есть свободные радикалы, которые атакуют здоровые клетки. Я думаю, вы все слышали про механизм действия свободных радикалов. В чем он заключается? Вот у них, вот у этих вот молекул, есть неспаренные электроны. И эта молекула, вот, то есть этот, это, когда подходит к клетке, она у клетки забирает недостающий электрон, и клетка становится тоже инвалидом. И вот так вот запускается свободно-радикальный путь старения. Есть прямо вот такая теория, которая, ну, то есть, ну, можно сказать, по полочкам раскладывает, как этот механизм запускается. И они вырабатываются в нашем организме постоянно. Но, смотрите, при воспалительном процессе, когда есть воспалительный процесс, это вообще в разы увеличивается количество вот этих свободных радикалов. И здесь очень важны, это очень важны антиоксиданты, наличие антиоксидантов в нашей пище, да. И бывает, что такого количества антиоксидантов мы из пищи не можем принять. И, конечно же, на помощь приходят биологически активные добавки. Но, смотрите, что является антиоксидантами? Антиоксиданты, какие витамины? Давайте вспомним, это витамин А, да, витамин Е, витамин С, это мощные антиоксиданты. Но сегодня хочу сказать, ну, то есть, затронуть один из антиоксидантов мощнейших, который называется астаксантин. Это каротиноид, у которого, в отличие от бета-каротина, на внешних кольцах молекулы имеются два дополнительных атома кислорода. О чем это говорит? Вот представляете, когда он попадает в наш организм и встречается со свободным радикалом, что он делает? Он просто антиоксидант для того, чтобы вот этот вот свободный радикал не травмировал клетку, и не забирал у него недостающий электрон, вот этот антиоксидант отдает ему недостающий электрон, и все, и то есть он не травмирует соседнюю клеточку. То есть вот так вот происходит вот этот вот процесс. И вот этот астаксантин, представляете, он в 6000 раз сильнее некоторых антиоксидантов, в 500 раз сильнее, допустим, витамина А, витамина Е того же. Поэтому, то есть я первый раз, когда про него услышала, про него я услышала на одной из конференций, ну то есть я в группе диетологов состою, и на одной из конференций нашего руководителя, которая была на международном форуме диетологов, и про этот, то есть антиоксидант, по поводу этого астаксантина, вообще очень-очень большой был доклад, потому что это научно доказанные факторы, диетология ничего не утверждает, если это не научно доказанное. Поэтому, когда я про него услышала, я его тут же заказала, тем более у меня по генетическому моему, по генетике, у меня антиоксидантная активность, ну то есть этот ген, он у меня мутированный полностью, и мне нужно извне, конечно, принимать очень большое количество. Я его выписала, тогда iHerb, этот сайт был, я его выписала, там было, кстати, 12 миллиграмм этого в одной капсуле, и это не дешевое было удовольствие, и я дополнительно к нашим глорионовским вот этим вот фитокомплексам принимала вот этот астаксантин. И представляете, когда закрывают iHerb, да, я-то тут подумала, думаю, а где же я его буду брать? И вы знаете, какое было мое удивление, у нас как раз кордомега была, но она на некоторое время исчезла, и говорили, что ее меняют состав, то есть дополняют состав. И когда я увидела, что там есть астаксантин в нашей кордомеге и в той дозировке, в которой я вообще выписывала ее на iHerb, я, конечно, была вообще очень-очень обрадована. Так что для меня сейчас кордомега является не только как источник омега-3, да, как куинзим, это еще источник очень мощного антиоксиданта. Поэтому тоже примите во внимание, у меня сегодня, я про нее говорить не буду, про кордомегу, но, то есть, чтобы вы все знали. Так вот, что еще, да, как мы можем? Это, конечно, витамины и минералы, вещества, восстанавливающие связочный аппарат, хрящевую ткань. Питанием, смотрите, можно все-таки поспособствовать, да, или препятствовать большинству суставных воспалительных патологий. И, например, людям с артритом в идеале придерживаться все-таки противовоспалительной диеты. Что же это за диета противовоспалительная? Это отказаться от рафинированных углеводов. Что такое рафинированные углеводы? Это, конечно, весь наш сахар. Это конфеты, это печенье, это тортики, это... И вот я сколько наблюдаю, ну, то есть, за окружением, что, несмотря на то, что заболевания суставов очень-очень есть у многих, но мало кто отказывается вот от этих вкусных и сладких продуктов. Поэтому, ну, то есть, всегда имейте в виду, если вы... Если у вас какие-то обострения, да, то, ну, исключите все-таки на какой-то период эти продукты. Лучше, конечно, исключить, но хотя бы снизить их содержание в вашем рационе. Потом, что еще? Включать в продукты... Включать в рацион нужно продукты, которые богаты теми компонентами, которые действуют вот именно восстанавливающие на костную и хрящевую ткань. Что же это за компоненты и что же это за продукты? Это продукты, в которые входят такие компоненты, как антоцианы. Ну, то есть, тоже, может быть, слышали в интернете очень много по этому поводу. И у нас на наших конференциях врачебных, когда особенно руководитель научного отдела Ольга Казакова представляет какой-то продукт, вот эти вот... Очень часто звучат вот такие вот слова, да, вот такие названия. Это... Где они находятся? Это темные окрашенные плоды ягоды. Это бузина, да, черноплодка, гранат, черника. Ну, то есть, все, что... Жимолость, да, та же самая. То есть, черная смородина. Вот эти вот антоцианы, которые противовоспалительный вот этот эффект оказывают, вы, пожалуйста, можете смело есть, а в период обострения прямо увеличивать количество. А также катехины. То есть, это в темном шоколаде, это яблоки, это абрикосы, вишня, слива, земляника, та же смородина, малина, брокколи. Также вот в этих, во всех. Ну, то есть, ягоды. Вот представляете, сейчас очень хорошее, да, очень хорошее время для того, чтобы восполнить организм дополнением вот в питании ягодами. Поэтому ешьте ягоды, которые выросли у вас на участке, где вы, наверное, подвергаете суставы. Вот таким нагрузкам иногда тоже не соответствует вашему физическому состоянию. Ну, хотя бы как-то нейтрализуйте вот это вот действие негативное этих нагрузок. Не могу не сказать, а потом еще, то есть, про полифенолы, флавоны, флавоноиды сказала, по-моему, я, да? Ну, если не сказала, то вот еще. Они все находятся тоже в ягодах и, как я сказала, в этих фруктах. Про какой компонент отдельно хочу поговорить, это, конечно же, омега-3. Это полиненасыщенные жирные кислоты, которые активно применяются для лечения воспалительных и дистрофических болезней суставов с 2000 года. И смотрите, омега-3 сейчас включены в состав противоревматической терапии дополнительно или в комбинации с другими антиревматическими средствами. И, кстати, омега-3 одобрена антиревматической лигой и, ну, то есть, введена вот именно в состав вот этой вот терапии. Поэтому, ну, то есть, это тоже научно доказанные факторы, факты, поэтому всегда на столе у вас должны присутствовать в питании продукты, содержащие омега-3. Но что хочется сказать, в тех количествах, в которых нужно для ежедневного использования омега-3, вот этих полиненасыщенных жирных кислот, а их, кстати, три, одна из них – это альфа-линоленовая кислота, она находится в растительных маслах. Это какое масло у нас самое такое на слуху распространенное по омега-3? Какое? Льняное масло, да, то есть там самое большое содержание вот этой альфа-линоленовой кислоты. Это одна из трех. Но двух других, которые очень важны в любых вот таких вот противовоспалительных программах, нету. Это только рыба, рыбий жир. Поэтому, когда вам говорят, что вы льняным маслом можете восполнить все омега-3, конечно же, вы как специалисты, особенно кто вот у нас является консультантом ресурсного состояния, вы должны знать, что из одного льняного масла мы не возьмем, и оно, тем более, оно не преобразуется в другие жирные кислоты. Вот, и, конечно, а если, представляете, с годами сформировалась нехватка омега-3, вот в каких количествах мы должны это все использовать? Конечно же, в разы увеличивать вот эту вот дневную дозировку омега-3. Так, дальше. Дальше, кстати, про состав костей хотела тоже рассказать, почему именно для костной ткани, ну вот необходимы какие вещества, чтобы они были у вас плотные, чтобы не было никаких переломов, чтобы предотвратить все вот эти вот травматические какие-то, ну то есть заболевания и процессы. Во-первых, это органические вещества, 30% костной ткани содержится, это белок, да, это белок, что такое? Это коллаген, это коллаген, углеводы, полисахариды, лимонная кислота, ферменты, которые, что они делают? Они придают костям упругость, гибкость, мягкость. И неорганические – это минеральные вещества. Их в костной системе 60% в кости. Это соли кальция, 99%, кстати, от всего кальция в организме находится в костях. Вот почему мы очень часто говорим про кальций, да, хотя вот я считаю, что в продуктах питания у нас, если тот же творог взять, ну хороший творог, дневную норму кальция для ежедневного, вот ежедневная прям, которая рекомендуется диетологами, мы вроде как принимаем, да, но часто его бывает не хватает. Это связано с работой уже желудочно-кишечного тракта, вашего кишечника, как происходит всасывание. Иногда бывает анализы сдают и говорят, у меня в крови кальция – это очень много. То есть мне кальция дополнительного не надо. А в костях, почему хрупкость, да, почему переломы, то есть не усваивается клетками тоже, это зависит уже от многих факторов. О них тоже мы на своих конференциях, я очень часто говорю, поэтому сегодня останавливаться не буду. Вот соли фосфора, магния и многие микроэлементы. 60% от состава минеральные вещества придают костям прочность и твердость. Так, следующее – это, конечно, общеукрепляющие средства. Что они делают, общеукрепляющие средства? Конечно же, они поддерживают нашу иммунную систему. И от работы иммунной системы очень часто зависит, вообще насколько быстро уходят обострения, которые связаны с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И чем у нас совершение иммунной системы? А вообще клеток иммунитета огромное количество, и каждый наш орган имеет свою иммунную систему. Даже вот слюна в ротовой полости, она имеет свою иммунную систему, которая защищает от многих факторов. Поэтому для того, чтобы все-все системы иммунные тоже привести в порядок, нужно очень много-много в питании макро-микроэлементов, витаминов, ферментов. И, как правило, почему в какое-то время, наверное, тоже не знаю, давно уже я обратила внимание на биологически активные добавки, потому что я все-таки понимала, что у нас сейчас с современным питанием этого всего не хватает для того, чтобы организм обеспечить всем необходимым. И чтобы наша иммунная система работала как часики. И вы знаете, работая в областной больнице, это сколько лет назад, как я говорила, как только я подписала соглашение с Глорио, когда я начала решать свои проблемы со здоровьем, я больше ни разу простудными заболеваниями, вот так вот, прям с температурой, прям вот в лёжку ни разу не было. А так вообще за год раза два точно, ну, на больничные я редко когда ходила, бывает, что мы температура, но мы пойдём, потому что без нас-то не обойдётся ни одно, ни один коллектив, мы же незаменимые, так что я думаю, трудогольники здесь тоже есть, которые также считают. Так что общие укрепляющие средства никогда, да, ну, то есть если вы даже все вот эти острые какие-то решаете с суставами проблемы, да, всегда включайте общее укрепляющее средство для иммунной системы. У нас почему очень грамотно выстроены все, вот в Глорио, все программы, которые со всех сторон решают вот эти вот задачи. И я потом буду останавливаться вообще, что это за программы. Так, ну что, теперь, теперь мы, смотрите, вот очень хорошее изречение Гиппократа, да, лечит болезнь врач, а излечивает природа. То есть вот эти вот все наши природные средства, про которые мы говорим, то есть врач окажет вам просто первую необходимую помощь, и его задача, вот его задача на этом заканчивается, восстанавливать здоровье постепенно, не сразу все это, это уже наша задача. И когда, вот я говорю, что когда у меня был опыт по тому, ну что могли врачи, да, и все остальное уже было дело спасения утопающего, это дело рук самого утопающего. И мне сами врачи сказали, с ними многие из них до сих пор дружу, то есть они сказали, Наташа, ищи альтернативу, потому что все, наша задача на этом, то есть закончилась. Оказали первую помощь, сняли симптомы какие-то острые. Вот и все, я начала искать альтернативу. Я нашла это в холдинге Глорио, поэтому, так, попить водички не забыли. Теперь мы будем рассматривать вот эти вот наши Глорионовские природные средства, с помощью которых мы будем решать все задачи с опорно-двигательным аппаратом. Их у нас в Глорион, вы знаете, достаточно. То есть я понимаю, что в аптеку нам ходить за какими-то дополнительными средствами нет необходимости. И первое, на что я хочу внимание обратить, это, конечно, суставная программа. Суставная программа у нас есть небольшая, ну, то есть это поддержать, где-то что-то снять, какой-то острый период, да, профилактировать артофлексин, в который входит у нас вот такая формула ЭСКО. Правда, сейчас ее нету, но она скоро появится, поэтому мы ждем, появится в чем ее, вот в этой вот формуле, в чем преимущество, почему ее, ну, то есть вот этими средствами заменить нельзя. Здесь находятся хондроитины, которые, они в основном необходимы для хрящевой ткани. То есть вот для того, чтобы восстановить хрящевую ткань, нужны вот эти хондроитины. И еще один компонент – это серо в нем, вот в этом, потому что без серы, без природной серы они не усваиваются. Не усваиваются, ну, то есть там, если вы посмотрите аннотацию любого аптечного хондроитина, это там написано, усвоение 5-10%, все остальное куда? Через почки, то есть это дополнительная нагрузка на почки, и, естественно, если почки и так перегружены, и какие-то проблемы есть, то зачем еще дополнительно нагружать? То есть лечим одно, да, калечим другое. Ну, вот так вот можно рассматривать. Поэтому всегда сейчас очень много биологически активных добавок, вот хондроитины, глюкозамины, кстати, тоже глюкозамин, он, знаете, чему способствует формуле С, он тоже есть, он способствует активной выработке синавиальной жидкости. То есть это тоже, это в основном, это работа хряща. Но когда касается костной ткани, да, где, вот смотрите, 99% кальция должно быть, то есть здесь мы хондроитинами и глюкозаминами эту задачу не решим. Здесь нужно, чтобы в костную ткань проникал кальций. А кальций сейчас расскажу про вот этот препарат чуть позже по поводу программы. То есть формулу С, ждем, она идет в большой программе, тоже в маленькой, в большой программе. Что туда еще входит? Куда входит чай Ахилл? Замечательный чай. Состав не буду полностью останавливаться на составе, но наши чаи, вы, наверное, все, кто уже наши партнеры, прекрасно понимаете, чем отличаются наши составы. То есть здесь каждый, мало того, что здесь экстракты, сено-солома убраны, используются современные технологии, это вихревое измельчение, убирается сено-солома, растекается клеточка ультразвуком, сушится ультразвуком, не на солнце, поэтому количество активных компонентов максимальное, и для того, чтобы за 15 минут это все оказалось в растворе воды. Но здесь еще очень важное вот это соотношение по граммам. Вот аптечный какой-нибудь возьмите сбор, никогда вам никто не укажет этой травилы столько грамм, это столько, это и столько. Вот это очень важные формулы, они тоже, вот если смотрим, фильмы какие-то, травников показывают, они прекрасно понимают, сколько отмерить в какой-то отвар травки. Поэтому вот так, когда через запятую, вы никогда не узнаете в этом фитосборе, который вы купите, какое процентное соотношение, пусть даже не экстрактов, пусть даже вам больше придется выпить, потому что обычной травы придется, здесь вот в одном пакетике 2 грамма, ну это приравнивается к наволочку травы по действию. То есть вот вам для того, чтобы вот такое действие в составе этих трав получить, вам нужно наволочку травы выпить, а здесь один пакетик. И очень, у нас много очень примеров, когда с помощью чая Ахилл, если обострение каких-то уже сформировавшихся заболеваний, можно купировать, но там по 3-4 пакета сразу нужно заваривать несколько раз в день. И то есть боль можно вот эту вот уменьшить. Полностью, конечно, может быть, смотря какая стадия уже, смотря как этот процесс у вас идет. Так что чай Ахилл, еще он очень хорошо, мало того, что он убирает боль, он очень хорошо способствует выработке тоже синовиальной жидкости. Чтобы ваши суставчики не скрипели. Вы знаете, я сейчас чай Ахилл, у меня у мамы подагра, мама, она возрастная, 83 года, и когда, то есть я не знала, в чем причина ее обострений, подагра этой, думала, что там аутоиммунные заболевания, потом, когда анализ сдала, смотрю, мочевая кислота повышена, все, я поняла, что в принципе-то я тоже подвержена, потому что гены есть гены, да, и если у меня сейчас все в норме, но мочевая кислота при анализе крови, я вижу, что, то есть там есть же предел, нижний предел, верхний предел, то есть у меня на верхнем пределе, значит, это говорит о том, что с возрастом все это может обостриться, поэтому я сейчас в постоянном режиме, у меня чай Ахилл, чай-то Сильдон, еще есть почечный чай, я их, потому что тот тоже выводит соли мочевой кислоты. При подагре сейчас очень много людей, которые подвержены вот этому заболеванию. Вот чай ахилл – это прям в повседневном режиме применения, потому что иначе нужно очень строго соблюдать диету, убрать все пуриносодержащие продукты, а это почти все сорта мяса, это растительный белок. Ну, представляете, да? Это то, из чего состоит наша мышечная ткань, приходится все убирать. То есть, ну, здесь уже, как говорится, выбираем наименьшее зло. Поэтому я, кстати, заметила такой еще результат, что суставы становятся, они как пластилиновые, вот прям даже пальцы. Остеофод, кстати, тоже пропила, но, по крайней мере, хруста никакого нету, несмотря на то, что часто тоже бывают физические такие серьезные нагрузки, я даю, когда мне надо экстренно сбавить вес. Вот, так что чай ахилл пьем. Некоторым людям рекомендую, прям как обычный чай, ежедневное применение. Что туда еще входит? Это, кстати, чай ахилл очень хорошо снимает отек, потому что часто боли, да? Боли почему возникают? Происходит отек, нервные окончания где-то зажимаются, вот, благодаря этому отеку. И когда мы снимаем этот отек, то есть и боли, конечно, уходят. Поэтому чай, это тоже снимает отек, потому что он как мочегонное средство еще работает, но в отличие от других мочегонных средств, он не выводит соли и калия, он не выводит минеральный состав, остается он, наоборот, еще и полезные вещества из растений, минералы, он, ну, то есть способствует тому, чтобы обогатить наш рацион. Так, 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 что, а, Гортекс входит в вот эту большую программу, которая сейчас на слайде. Зачем ввели Гортекс? Корень гортензии всего лишь вот в этом препарате. Гортекс очень хорошо, он приводит в норму водно-солевой баланс нашего организма. И предотвращение, и предотвращает отложение солей в организме. Отложение солей в суставах, в тех же самых. Очень часто, да, встречается, что, а как же почистить суставы, вроде как, вот эти солевые отложения убрать? Да, никогда вы, наверное, за месяц и какими-то вот такими короткими курсами это не сделаете, потому что это годами формируется, и потом вот прям за месяц некоторые же, я не помню, какая фирма, рекламировали очень часто аптечные препараты, так, то есть реклама идет какая-то в средствах массовой информации, что вот почистите свои суставы, уберете соли. Нет, конечно, то есть все это нужно длительно. Поэтому Гортекс, он введен в эту суставную программу, потому что, ну, то есть предупреждает, также он предупреждает развитие подагры, ну, то есть если говорить о конкретно каком-то заболевании, уменьшает воспаление и снимает отеки. Сейчас у нас очень шикарный в новой программе, это Target Detox, в первой части, в первой, это, так, а где я его, по-моему, я его есть, нету здесь, это ренактив. Обратите внимание на него, можно, то есть, Гортекс попринимать, потому что здесь корень Гортензии, его немножко концентрация побольше, а там, по-моему, 13 или 12, кроме корня Гортензии, еще активных фитокомплексов, которые также нормализуют работу водно-солевого баланса, и плюс еще очень-очень много положительных вещей для наших суставов. Ренактив называется. Это в первой, Target Detox, в первой части прием идет дневной. Остеофорт, его нету в этой программе, но я думаю, со временем его введут. Почему я его ввела бы вот сюда? То есть, вот это вот хрящи наши, да, это хрящевая ткань, а вот это вот, это кости. Уникальный состав остеофорта, что делает его уникальным? Во-первых, это большое содержание кальция, про которое мы говорили, но кальция в хилатной форме. И если мы рассмотрим кальций, который, карбонат кальция, да, кальций дотреникомет, допустим, вот то, что нам очень часто рекламировали, нам сейчас до сих пор рекламируют. То есть, это форма кальция, которая усваивается на 5%. Все остальное, куда я говорила, это почки, и это кристаллизуется даже в сосудах. То есть, сосуды наши кровеносные могут, если мы очень длительно принимаем вот такие формы кальция, которые не забирает костная ткань, они циркулируют по крови, и, естественно, это будет откладываться в других других. И бывает, что оперируют человека по поводу суставов, а у них там вот закальцинированные такие суставы, с которых нужно счищать вот эти вот, то есть, которые не попали в кость ионы кальция. Так, здесь что еще по поводу, смотрите, кальция в любом возрасте, почему это важно? То, что кости страдают, понятно, да? То есть, мы понимаем, но это и мышцы наши, почему он важен, и нервная, и сердечно-сосудистая система. Мы его тестировали, вот этот препарат на сосудах головного мозга, и, представляете, улучшение дает, наверное, 80 где-то процентов на сосудах. Ну, то есть, на всех сосудах это время же нужно было тестировать, просто у человека проблематичная эта зона была, и для интереса, когда он только вышел, мы его протестировали. Замечательный сосудистый препарат, то есть, если вы его только рассматриваете для опорно-двигательного аппарата, это не так. Рассматривайте его как сосудистый препарат для улучшения состояния сосудов. Вот все мы протестировали, это, можно сказать, научно доказано. Также кальций влияет на рост, на состояние кожи, ногтей, волос, поэтому тоже его, вот, остеофортр, смотрите, как, то есть, средство для того, чтобы порядок привести все наши, то есть, в организме, это же, то есть, те части, которые по остаточному принципу работают, что осталось от запросов, да, внутренних органов, которые жизненно важные органы сначала снабжаются, а потом, то есть, жизненно важные органы, это кровь в первую очередь, да, кости, тоже не жизненно важный орган, почему организм, когда недостает каких-то минералов, почему у нас идет разрежение костной ткани, потому что организм, вот, жизненно важные органы для того, чтобы поддержать, он будет брать оттуда, где это не так важно, а не так важно, ну, отказ, ну, и пусть они хрупкие будут, но от этого же человек не умирает, поэтому в организме все очень гармонично. Так, что еще, какие еще задачи решают? Кстати, крайне важен прием остеофорта людям в пожилом возрасте для профилактики потери кальция, про это мы сказали, да, развитие остеопороза, но, кстати, перелом шейки бедра, вот, очень частая, очень распространенная и печальный сценарий, когда после 60, да, перелом шейки бедра, и человек, то есть, обречен, можно сказать, на инвалидность, и многие, особенно если люди, ну, такой, прям вот в очень пожилом возрасте, то, и, то есть, многие умирают даже от этого. Сейчас, конечно, вот эти вот операции по искусственной, вот этот хрящ делают операции, операции дорогие, кто-то может себе позволить, кто-то нет, по-моему, по квоте даже таких операций нету, то есть, если произошел перелом, платите деньги, но это хотя бы, это хотя бы какое-то спасение для людей пожилого возраста, то есть, они тогда уже не привыкованы к больничной койке, да, они могут двигаться, процесс восставления там идет, и на моем вот примере, многие пожилые люди, вот, благодаря тому, что сделали операцию по замене вот этого сустава, они, в принципе, поднялись и сейчас двигаются, но процесс-то идет, процесс все равно, другие суставы тоже разрушаются, это же не только задействован один какой-то сустав, и нужно всегда иметь в виду, я вот смотрю иногда, что, ну, вот всю операцию сделали, да, заменили сустав, и зачем мы будем какую-то профилактику делать, но нужно же понимать, что раз вот этот сустав поврежден, ну, такого не будет, причины какие-то есть, такого не будет, что один сустав будет задействован, а все остальное нет. Естественно, произошло это с тем суставом, который, ну, самое слабое звено, да, самая, может быть, сильную длительную нагрузку, которая претерпевает. Вот, здесь, значит, кальций, в чем еще, в чем еще его, здесь кремний. Кремний – это минерал, без которого кальций очень-очень слабо впитывается, и кремний, он тоже необходим для прочности костной кости, и вот в этом вот остеофорте количество – это суточная потребность кремния в организме. Вот раньше, наверное, тоже наблюдали, я вот как по гиетологии, мы эту тему затрагивали, крупы все, их же высоко вот так вот не очищали, как сейчас, то есть сейчас это же все стерильно, это все вымытое, это же все, никакой крупиночки, ни песка, никакой крупиночки. Раньше все это было не так, и мы, кстати, получали кремний, даже если в крупе где-то какой-то камешек попадался, помните, да, ну, если живануть, то можно было и зуб потерять, если он не очень крепкий. Но, тем не менее, то есть наличие кремния можно было как-то где-то получить. Это и в воде можно было, но, тем не менее, то есть сейчас все крупы, все очищены высоко, и поэтому мы из-за этого, это не источник для получения кремния. Его нехватка огромное количество идет, вот здесь, в остеофорте, мы решаем эту еще и задачу. Также витаминно-минеральный комплекс, это D3, еще кальций, вот бамбук, кстати, кремний из бамбука, это самый-самый такой, так, экстракт бамбука. Растение – это растение, где больше всего содержания кремния. Он у нас взять экстракт бамбука, пожалуйста. То есть взяли не просто какой-то источник кремния, да, а взяли именно источник, самый богатый кремния. То есть у нас вся, вообще, когда разрабатывается продукт, у нас вот именно вот этот вот принцип, максимальное содержание какого-то компонента, плюс еще они должны работать в синергии с другими компонентами, почему очень высокоэффективные продукты в Глорио, биологически активные добавки. Потому что многие, я же рассматриваю многие биологически активные добавки, которые у нас есть на рынке, и у меня очень много клиентов, которые спрашивают, да, которые что-то пьют. И для того, чтобы обосновать, почему они должны наш пить, да, естественно, я должна человеку объяснить и показать прям вот здесь столько-столько-столько, здесь это, 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 в нашем то-то, 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 и человек уже выбирает. И иногда даже вот самый такой, знаете, бывает, что, ну, вот приверженец какого-то продукта, который он годами употребляет, когда начинаем разбирать, ну, он сам начинает понимать, что, в принципе-то, это лучше, почему бы это, не перейти на эти продукты. Так, что еще? А, по поводу D3 и К2. Вот эти вот минералы без витамина D, они тоже очень-очень малоэффективны. Огромное сейчас тоже значение, огромное уделяется и врачами, да, на наличие витамина D в организме. Очень много анализов сейчас. И есть люди, у которых витамин D в летнее время под солнышком сам организм производит, есть люди, у которых полная мутация, вот мой пример тоже. То есть мне в течение всего года, несмотря на солнышко, на активные, хоть я на юге буду жить, то есть витамин D3 мне нужно принимать в суточных дозировках ежедневно, если нехватка, то есть, конечно, дозировки эти увеличивать для того, чтобы поднять до адекватного уровня витамин D3. Поэтому здесь тоже вот D3 витамин есть. Не в таких больших дозировках, как где-то отдельно принимать, потому что если у вас низкий уровень витамина D3, конечно, нужно в дополнение еще брать витамин. Но у нас есть витамин D и в катриоле, то есть о нем тоже немножко расскажу сейчас. Поэтому если все комплексно, вот так вот, есть очень много масляных капсул сейчас появилось, там тоже витамин D есть. Так что я думаю, что мы нашими капсулами способны, все-таки фитокомплексами, способны удовлетворить суточную необходимость и восполнить нехватку витамина D3. Витамин К, витамин К2 тоже, я думаю, тоже слышали, да. И сейчас вот у кого особенно проблемы с опорно-двигательным аппаратом, они все это прекрасно знают и им назначают врачи это тоже, но они это все покупают отдельно и принимают все отдельно. И представляете, вот такая вот горсть, которую можно просто вот в одной капсуле восполнить. Он препятствует накоплению кальция, почему К2? Вот по поводу кальция на стенках сосудов, да, и мягких тани, вот про что я говорила. Вот К2 он как раз препятствует, и если уже у вас эти образования есть, вот вы, допустим, долго принимали другие формы витамина, ой, кальция, да, и если есть это уже на стенках сосудов, то есть можно немножко, немножко, наверное, сосуды почистить, как говорят. Так, и что, и что еще? Для кого, конечно же, то есть, ну вот представляете, для кого вот этот остеофор, для каких возрастных категорий, да, видите, бывает, что что-то забудет. Во-первых, пожилой возраст, мы сказали, да, для профилактики хрупкости костей, переломов. А женщина в период менопаузы, тоже знаете, что происходит, то есть усвоение вот этого, наши эти гормоны, наши эстрогены, которые способствовали усвоению кальция, да, в какой-то момент снижаются, и все это, почему в основном вот эти остеофорозы возникают у женщин в пожилом возрасте. То есть это снижение уровня эстрогена, поэтому обязательно рекомендовать в постоянной, в постоянном применении там, ну, допустим, месяц можно перерыв сделать, потом опять, да, потому что если говорить об употреблении всех продуктов, ну, то есть можно с периодичностью вот эти комплексы для себя оздоравливающие составлять. Также людям активного возраста профилактика для профилактики и уменьшения плотности костей. Поняли почему, да, за счет того, что в питании мы это не возьмем, мы это не восполним, а если активный возраст, вы знаете, да, как в активном возрасте питаются, это когда пришлось, тогда и поели, когда время есть, и что у нас в наших продуктах мы возьмем. Поэтому тоже активно. Пока, конечно, еще они не ощущают на себе, пока еще метаболизм нормальный, пока что-то выводится организмом, что-то там производится организмом, но придет время, и с этими проблемами человек столкнется. Так вот, лучше профилактировать дешевле, да, чем потом лечить. Женщинам при подготовке к беременности тоже очень важно, потому что многие женщины, кто сталкивался с тем, что после рождения ребенка начинают выпадать в зубы в первую очередь. Мы, как это проявляется, да, пусть не сразу проявляются проблемы с суставами, но если начали у вас крошиться зубы, которые до этого были в норме, все, то есть нужно понимать, что нехватка кальция привела к этому. Поэтому подготовка к беременности, можно, пожалуйста, это спланировать, если сейчас планируют многие беременности, поэтому обязательно вот это вот рекомендовать. Детям в подростковом возрасте при активном росте скелета, когда рост костей очень часто встречается, да, ой, рост мышечной ткани не успевает за ростом костной ткани. Поэтому, пожалуйста, можете своим знакомым, своим, у кого есть дети в подростковом возрасте, принимать этот препарат. Детям для правильного формирования зубов при смене молочных на постоянные. Важно, сколько у нас детей, у которых уже в маленьком возрасте, прям вот совсем только начали зубы, да, расти, и что с ними происходит, и они уже, ну, цвета серые, черные, да, говорит о том, что и эмаль зубная, она истончена, потому что проникает вот эта вся инфекция и происходит это, поэтому тоже необходимо. Много рассказала о остеофорте, и сейчас у нас была акция по нему. Я думаю, что многие взяли по акции, это 4 дня, по-моему, акция эта длилась. Поэтому рекомендуйте ее всем возрастным категориям. Катриойл. Так, так, сейчас я присылаю следующий. Так, а сколько у нас времени? Есть еще? А, час 10. Катриойл. Ну, видите, тема вроде, да, суставы. Омега-3. Почему омега-3 именно в нашем катриойле? Здесь омега из жира печени акулы катран. То есть здесь, кроме омега-3, есть еще сквален, есть еще скваламин, которые предотвращают воспалительные все процессы. То есть еще и противовоспалительным средством обладает. О чем мы говорили, да, уменьшить воспаление. Вот для того, чтобы уменьшить воспаление, вот он тоже, катриойл, применяйте. Не буду много о нем говорить, потому что у меня есть отдельная лекция по этому препарату. Также, что еще? Питание. Вот он, коктейль наш. Все, что касается, если белка, полноценного белка, все, что касается минералов, витаминов, это есть в коктейле. То есть рассматривать его не только как для снижения веса или для наращивания мышечной массы. Нужно его рассматривать как оздоровительное питание для нашего организма. Много очень. Дмитрий Николаевич, по-моему, две субботы назад говорил про этот коктейль. Он полностью его описал, его состав, поэтому тоже останавливаться не буду. И что еще? А, ну все, на этом я заканчиваю, потому что времени у нас мало. Бесконечно долго можно рассказывать о всех наших препаратах, о их содержании. Почему, вот именно почему, в чем преимущество наших препаратов. Поэтому для того, чтобы вот мы так же в любом возрасте двигались, чтобы у нас наши проблемы не испортили наши планы на лето, да, вообще наши планы на жизнь, пожалуйста, воспользуйтесь нашим предложением. Очень выгодные предложения в Глорион часто бывают, и акции бывают. Поэтому будьте здоровы, пусть будут ваши здоровые, здоровые ваши суставы, легкость и свобода в ваших движениях. Все, огромное спасибо. На этом я заканчиваю. Сейчас хочется мне услышать истории, потому что истории, да, можно немного рассказывать, но истории, они самые показательные. Кто хочет выйти с истории? Так, давайте вот по очереди. Так, так, так. Любовь Карина. Добрый день всем. Очень рада всех видеть и слышать. Я хочу сказать, что чай Ахилл очень замечательный в каком плане? То есть у него очень хороший состав. Наташа немножко не сказала, но я скажу, что там входят листья малины, корни лопуха, полевой хвощ. То есть это такие травы, которые реально способствуются движению суставов. Поэтому что хочу сказать. Вот я лучше буду профилактировать и желаю вам тоже профилактировать эти моменты. Когда есть профилактика, то уже не беспокоят какие-то движения скованные или там какой-то хруст. Поэтому желаю всем здоровья, как говорится, хорошего настроения и добрых дней в вашей жизни. Спасибо, Любовь. Так, Надежда Александрова тоже. У нее очень хороший пример, Надежда. Добрый день. Я хочу сказать, что понимаешь радость движения только когда теряешь. Так произошло, что упала на колено и не могла вообще ходить, двигаться. Но потихонечку расходилась и тут же стала принимать остеофорт. Но в усиленной дозировке воспаление прошло. Но, слава Богу, что колено стало восстанавливаться. И я почувствовала, что колени, как глаза, надо беречь. И, конечно, я за профилактику. Сейчас я буду остеофорт пить постоянно. Вот, молодец, вот, Надежда, потому что прекрасно поняла, да, чем чреваты вот эти вот падения. Вы знаете, вообще очень много, конечно, историй. Но сейчас у нас еще одна тема, тема применения аромомасел. Потому что у нас есть шикарнейшая линейка, которая решает тоже очень много задач по, ну, то есть по проблемам сустава. Это Елена Хамитская сейчас нам расскажет. Добрый день. Смотрите, я очень коротко, потому что понимаю, что время – самый ценный ресурс. Вообще у нас вот такая программа в аптеке бодрости, да, которая называется «Артофлексин». Это один из любимейших продуктов моего мужа, потому что он заработал на своей работе регресс. У него от вибраций разрушаются суставы. И у него была очень интересная такая история. Значит, я ему предлагаю, он жалуется, у него болят суставы. Я говорю, возьми, вот, начинай пить артофлексин, вот чай там будет смягчать, как бы, да, боль, уменьшать боль. И суставной баланс, вот, который, формула С, который будет суставчик восстанавливать. И он такой мне говорит, он попил, все, как бы, когда перестает болеть, мы это не особо замечаем, да. Вот, Надежда тоже говорила, мы, что, когда больно, тогда мы чувствуем, когда не больно, так и должно быть. Вот, и он, значит, такой ходит, все нормально, уже не жалуется, потом приходит ко мне с приема от врача, говорит, ты зачем меня этим напоила? Я говорю, в смысле? Говорит, у меня теперь ничего не болит, мне теперь регресс не дадут. Я говорю, ну, тогда пей после больницы, после, ну, институт, там, это особая такая вещь, институт профзаболеваний, где у них там исследуют все. И у него показало улучшение суставу, потому что перед больницей он его попил. То есть это тоже документально доказано. Вот, но я сегодня хочу про эфирные масла рассказать. С артофлексином, когда мы смотрим презентацию продукта, с каждым набором аптеки бодрости связан набор эфирных масел. И здесь набор идет поверх себя, так как у нас кассия ушла из нашего рациона, скажем так, да, из нашего ассортимента. Чем это можно заменить? То есть вы как основу возьмите этот набор, а кассию замените, например, розмарином. Если давление низковатое, если давление высоковатое, замените иланг-илангом. Для чего это нужно? Сейчас скажу. Кедровое дерево снимает воспаление в суставах, эвкалипт тоже снимает воспаление в суставах. Это общеукрепляющее, Наталья говорила, важно обращать внимание именно на общее укрепление. Вот, следующий момент. В этот состав входит масло апельсина. Вот об этом я прям хочу, чтобы вы запомнили. Масло апельсина, пожалуй, это одно из немногих масел, которые закрывают ворота боли. Есть такое понятие в медицине. И Наталья говорила, травма уже завершилась, вылечили травму, а колено продолжало болеть. И опять же, через боль. На самом деле, если бы в этот момент Наташа использовала не мяту, которая спазмы снимает, а именно закрыла бы ворота боли, потому что боль осталась уже не в суставе, а осталась в памяти. И апельсин ворота боли закрывает. Когда вы делаете какой-то состав, который снимает боль, добавляйте туда обязательно апельсин. Голова болит, подышите апельсином. На виски, может быть, в жару не стоит, потому что фото токсичное, но тем не менее. Вот просто запомните, апельсин закрывает ворота боли. Ворота боли у нас находятся где? В голове. Понимаете? Не нога уже болит, а в голове. Это, знаете, есть такие фантомные боли. У человека там ампутировали, там зуб уже выдрали, а он все болит. Казалось бы. Ну, в общем, это тема такая. То есть, чем заменить, я сказала. И хотела бы сказать еще про цитрусовое масло грейпфрут. В этом наборе его нет, но его обязательно нужно добавлять во все суставные смеси. Для чего? Он повышает гибкость и подвижность суставов. Представляете? Вот застарели, да, вот взрослые люди, посидели долго, захрясло, говорят, да, там вот все сковало. Возьмите где-то себе отдельно маленький флакончик состава, сделайте и нанесли, если есть возможность. Еще хочу рассказать вот про Skin Roll Energy. Давайте разберемся с составом. Смотрите. Розмарин. На самом деле розмарин улучшает микроциркуляцию. В суставах это очень важно. Второе. Апельсин. Закрывает ворота боли. Грейпфрут. Получает гибкость и подвижность суставов. Палочка-выручалочка. Натуральная палочка-выручалочка. Всегда в сумке. Где-то заболел сустав, пожалуйста, вокруг него. Это уже готовый продукт. Будет вас выручать. Вот такие вот истории. Еще один. Я два рецепта отправила. Это рецепты, которые давала Наталья Тищенко. На выведение соли и мочевой кислоты. И на уменьшение боли. Еще один из рецептов, который является тоже бедселлером. То есть постоянно у меня его спрашивают. Постоянно покупают. Я делаю такую бутылочку с готовой смесью. Очень просто делается. Берем масло розмарина. Берем масло кедра. Берем масло мяты. Если еще раз давление высокое, меняем розмарин на иланг. И все. Вот эта тройчатка, она прекрасно снимает боли. Когда-то нам этот состав рекомендовал Леонид Андреевич Очередько. Известный такой мануальный терапевт. Его, к сожалению, в жизни сейчас нет. Но этот рецепт выручает до сих пор очень-очень многих людей. Пользуйтесь на здоровье. Живите ароматно. Пусть ваши суставы гибкими будут, хорошо работают, быстро бегаете. И если вдруг что-то произошло, всегда помните, в нашей аптеке бодрости есть средства, которые очень быстро помогают снять воспаление и восстановить, в отличие от лекарственных препаратов. Спасибо, Лена, за такое представление масел. Кстати, по поводу вот этого набора энергии, который скинролл, я его применяю как для поднятия вообще утром энергии. У меня потому что понижено немножко давление. Ну, то есть это с детства, наверное, я так думаю. И для того, чтобы мне проснуться, мне нужно завести быстрее мои обменные процессы. И я его применяю просто как источник поднятия энергии. Вот как написано про него, да. Вот про эти вещи, Лена, спасибо. Я даже не подозревала. Вот еще один рецепт, да, еще одна форма применяется. Вот, смотрите, боль убирает. Поэтому применяйте, пожалуйста, вот такие вот замечательные рецепты. Так, кто у нас еще? Сейчас посмотрим. У нас хочет взять слово и... Так, так. Ага, Валентина Бабкина. Сейчас, Валентин, я тебя так подключу. Так, ага. Валентин, пробуй говорить. Нет, не слышно, Валентину. Так, не слышно почему-то. Не слышно. Валентину. Так, Валентина. Сейчас слышно? Вот, все, Валь, слышно. Не туда немножко нажала. Хочу, Наташа, поблагодарить тебя за такую вот очень полезную информацию. Это как бы ты рассказала о моей жизни. Все прекрасно знают, что у меня артрит коленных суставов второй степени. Конечно, меня жаба давила какие-то там препараты пить. Лучше намажешь, лучше там что-то подешевле. И сейчас я пью, наверное, с 2008 года каждый, ну, практически каждый день у меня какие-то препараты присутствуют. Ну, одно время забывала про мои суставы, когда им уже стало хорошо, и они летали. Но в этом году я вот четко, пришло мне такое осознание, что куда бы я ни поехала, я везде обхожусь без аптеки. Не аптека в моем возрасте, 26 лет, вообще не нужна. А людям в санатории едут, нужна рядом, чтобы аптека была. И ты сегодня так подробно все рассказала, что суставы надо все-таки поддерживать постоянно. Ну, и не только суставы. Наташа, ты так хорошо сегодня рассказала про все составляющие наших препаратов, что вот, ну, дополнить точно нечего. Что пьем, допустим, остеофор, как бы суставы, да, свои восстановить. Но сколько мы еще полезного берем для организма, для нашего. И иммунитет повышается, и простудные заболевания ушли, хотя у меня раньше была бронхиальная астма, наверное, тоже знаете, что. Оно, конечно, это все не ушло, оно где-то есть, но оно меня не беспокоит. Вот все у меня спрашивают, а у тебя болят суставы? Да не болят у меня суставы, вообще не болят, потому что я постоянно принимаю нашу гарионовскую продукцию. И, конечно, артофлексин – это тоже моя любимая программа. И формула С я запаслась. И просто я не знаю, что будет дальше, но не думаю, что будет хуже, чем эта формула С. Но на всякий случай я ей запаслась и принимаю практически, ну, раз в квартал, по крайней мере, я артофлексин принимаю это 100%. И хочу тебя поблагодарить, Наташа. Вот прям замечательно, столько людей вокруг страдают этими суставами, и я теперь могу точно рассказать им. Да и если еще дам я запись твоего вебинара, людям точно будет лучше. Они поймут, что все-таки жить без боли – это здорово. Огромное спасибо всем. До свидания. Валентина, спасибо тебе огромное. Вот такой живой пример. Вообще это все происходило на наших глазах, когда Валентина только пришла с мужем Анатолием, они приехали, он шахтер, да, проблема была вот именно, как она называется, эта болезнь, про которую Лена Хамитская рассказывала. Ну, то есть это, да, и вы знаете, проблем-то очень много было, и мы видели на них, и потом, когда, и когда через какое-то время улучшение, улучшение идет, и сейчас вот Валентина рассказывает, что у нее ничего не болит, но это все было на наших глазах. И мне когда говорят, да, ну, то есть это, потому что мы со многими спортсменами сейчас встречаемся, которые были, ну, то есть здоровые, активные сейчас, полуинвалиды, и, ну, у тебя вот организм такой. Я им всегда примеры вот наших, Валентину и Анатолия Бабкина привожу, что было, да, и что стало. Поэтому, Валь, спасибо большое, ты вот яркий показатель того, как работают наши продукты вместе с Анатолием. Так, ну что, кто еще, кто еще, вы знаете, вопросы здесь есть. Давайте я сейчас так на вопросы отвечу. А, ну, в принципе-то, Дмитрий, ты, да, да, ты расписал программу, потому что я оставила это все-таки напоследок, ответы на вопросы. Я думаю, что вопросов больше нету, потому что на самом деле все очень ярко. Историю еще, пожалуйста, еще историю, и, наверное, будем заканчивать, потому что бесконечно много можно. Ну, как это без мужской истории-то, я вообще не понимаю. Друзья, я буквально два слова еще хотел все-таки про Чай Ахилл сказать. И вот сейчас Наталья сказала про спортсменов. У меня есть группа 60 плюс спортсменов, легкоатлетов, которые бегают, прыгают в таком возрасте еще и в высоту, и в длину. Я не обожаю Чай Ахилл. Он оправдывает даже и свое название, и свой главный результат. И вообще всем 55 плюс, это чай на постоянной основе, 365 дней в году. Поэтому будьте здоровы, не хрустите, не ржавейте, пусть суставы будут молодыми и смазанными всегда. Вот. Ну, а Катриоил тоже для смазки каждый день. Кому две капсулы, кому три, да даже по одной капсуле банку на два месяца вы себе уже любимому или любимой подарите и будьте здоровы. Спасибо, Наташа. Так, ну что ж, всем-всем огромное спасибо за то, что вы вот так вот активно включились, да, потому что на самом деле проблема, задача очень актуальная. Проблему не люблю, слово это, но пора 80% населения, которые сталкиваются с этим, вы слышали. Поэтому всем-всем еще раз спасибо и до новых встреч.